Евгений, во-первых, спасибо большое за то, что согласились поговорить. Я бы хотела у вас спросить, знаете, такой простой вопрос задать. Как у вас сейчас день выглядит? Вы знаете, к тому, чем я всю жизнь занимался, работы стало намного больше. Просто потому, что огромное количество людей сидя по подвалам, бомбоубежищам и просто не могут оттуда выйти, а вопросы возникают. Сегодня в 4 утра я разговаривал по поводу, мы считали дозы антибиотиков и так далее вместе с мамочками. Но в целом в основном консультируем. Огромное количество работы, просто огромное, поскольку реально у огромного количества людей есть мои координаты. За столько времени я настолько... Но у меня на сегодня по папке Gmail порядка миллиона писем. Порядка миллиона. То есть куча людей, естественно, я сейчас помогаю тем, кто не может добраться до врачей, поэтому это в основном Украина и так далее. Это не в основном, а только жителям Украины сейчас. Поэтому вот это первая часть. Плюс к этому всему, конечно же, добавилось огромное количество контактов к людям, чтобы достучаться до всего мира, чтобы все понимали. Потому что я вам честно скажу, что то, что вот сейчас больше всего, больше всего на свете меня лично, я не могу даже слово там возмущает, нервирует, заставляет проявлять какую-то агрессию, больше всего меня вот заводит вот эта вот мысль, когда политики в каких-то странах говорят о том, что они усилят санкции. Усилят. Вот что еще может вообще в мире произойти, чтобы санкциям была мера, ну, когда бомбят жилые квартары города с населением 2 миллиона человек. Этого недостаточно, чтобы они должны прийти в этот город и есть там младенцев. Что еще? Ядерное оружие применить по вашим столам? Что еще надо сделать, чтобы санкций стало больше? Да, вообще слово санкции выглядит, я сама его произношу все время в эфире, как журналист, но оно выглядит, конечно, несоразмерным тому, что происходит, даже само слово. Ну, вы знаете, это как вот когда в семье там мужик загулял, а женщина говорит, я тебе против санкций, я с тобой не разговариваю, понимаешь? Вот примерно выглядит это вот так. Вот эти санкции ваши, от которых, ну, понятно, что без помощи, но просто санкции, любые санкции, они сработают там, может, месяца через три, реально. Беда в том, что об этих санкциях так часто разговаривают, что люди в Украине невольно начинают надеяться на то, что эти санкции могут повлиять на танки или бомбы. Если санкции не могут остановить танки и бомбы, это не санкции. Вот это не санкции, все, ничего другого мы уже не понимаем. А чего больше всего сейчас ждут люди в Украине именно от Запада? Конечно, ждут реальной помощи. Ну, понятно, и ту помощь, которую получают, все очень приветствуют, вне всякого сомнения. И, конечно, и это высокоточное оружие, и гуманитарная помощь, и прием беженцев, все то, что люди делают, это происходит. Вопрос в том, люди чего ждут. Люди хотят перестать умирать, это самое главное. Умирают они от бомб, от бомб, потому что как раз с танками, с пехотой, тут такое количество желающих бороться, но невозможно ничего делать с тем, когда к тебе летят, а у тебя нет нормальных средств противовоздушной обороны. Ну, их просто уничтожают. Я понимаю, что, ну, вот так. А нам говорят, ну, пока не упадет на Польшу, пока на территорию НАТО ничего не залетит, мы только вам будем давать. Давайте, ну, собственно говоря, смотрите, Украина сейчас, Украина сейчас, это тот реально часовой, который защищает не только всю Европу, фактически весь мир, это Украина. Она сейчас, вот именно украинцы умирают сейчас. Мы умираем с то, чтобы обеспечить вам, всему миру, спокойствие. Мы предотвращаем ядерную войну, мы укрепляем НАТО сейчас. Так давайте как-то уже расставлять точки над «и». Просто в такой ситуации, когда я вижу, что в каждой речи президента звучит недоумение, как в этих ситуациях Украина может выступать в роли просителя. Как? Это непонятно никому. Как? Мы должны просить, чтобы нас куда-то взяли, чтобы нам что-то там поставили, какой-то крестик где-то. Нам сейчас весь мир должен предлагать, заходите в нашу организацию, забирайте какие-то долги, ребята, мы вам все простили. Потому что каждый погибший солдат сейчас, он уже отдал долг всем МВФам на белом свете. Понимаете? Когда кто-то сейчас, когда умирают наши ребята, рассказывает нам про реструктуризацию долга, это оскорбление, прямое оскорбление ваших же защитников. Защитников, защитников этого свободного мира. Свободного мира, который это допустил. Потому что свободному миру просили, введите санкции до того, как нас начнут убивать. До того. А он считал, что главное, что он может сделать, это нас предупредить. Ребята, вас скоро будут убивать. Так дайте же нам оружия, нет, не дадим. Потому что тогда вас еще быстрее начнут убивать, и может на нас что-то попадет. Ну так вот, давайте уже расставлять точки над их. Просто я, в отличие там от президента, могу себе позволить недипломатично в данной ситуации выражаться. Но когда в стране, где президент еврей, где бомбят Бабий Яр, и ракета падает в центр Умани, то от еврейской диаспоры во всем мире, да, мы в плане рассчитывать на немножко другую реакцию. Да, я вчера говорила с Израилем, и мне сказали, что реакция была какой-то такой обтекаемой. Ну так вот она и обтекается. Нет, я еще раз говорю, я вижу, как тут ко мне пишут письма, приезжайте, эвакуируйтесь. Куда нахрен эвакуироваться? У меня тут работы полны. У меня работы тут хватает. Это вы давайте, ребятки, к нам. И спасибо, низкий поклон к тем, кто приехал. Но ваша главная помощь сейчас именно в этом, чтобы вы приехали к нам. Чтобы вы нам помогли, потому что вы лучших солдатов в мире нет, чем вы. Ну ладно, хоть инструктируйте, как высокоточной техникой пользоваться. Показывайте все это. Это без вас, ребят, ну просто каждый раз, когда вы сможете протянуть нам руку помощи сейчас, причем эта рука будет реальная, не виртуальная, а реальная. Это просто позволит нам уменьшить количество жертв. А жертвы сейчас – это дети. То, что сейчас в Харькове час, вот мы с вами сейчас разговариваем, уже час в Харькове не прекращается обстрел. У меня руки трусятся, я разговариваю каждую минуту с людьми в Харькове. Понимаете? Что там происходит? С чем вам звонят? С чем вам звонят? В каком состоянии дети? Там же есть погибшие раненые. Над городом ночью летают самолеты. Я вижу картинки. Картинки, которые мои друзья снимают телефонами. Место, где я жил, учился. Понимаете? Все такое. Это каждая такая фотография. Это то, с чем связаны годы жизни. Понимаете? Это мне показывают каждый день. Блин. Сейчас. Я понимаю, надо просто немножко успокоиться, потому что говорить об этом просто невозможно. О чем мне говорят люди? Мне рассказывают, как они оборудуют погреба. Вот как в погребе можно. Понимаете? Мы сейчас консультируемся. У кого есть запасы, там, все такое, и так далее, и так далее. Да, как оборудовать погреб? Как туда быстренько спуститься? Как сейчас обезопасить там дом от мародеров, возможно? Хотя этого почти нет сообщения об этом. Очень мало. О мародерстве вы имеете в виду? Да, да, да. Я не представляю, ну неужели для людей не очевиден чеченский опыт, опыт Грозного? Ну нельзя завоевать город, где тебя все ненавидят. Ну это же, тут даже не надо. Это то, к чему я там всю жизнь призываю родителей. Ребята, логика и здравый смысл. Это же самое главное. Да, без этого никак. Какая логика? Проните еще раз. Город любой, даже двухмиллионный, конечно же, можно стереть с лица земли. И страна, которая знала, что такое Сталинград, она знала, как из сталинградских подвалов продолжали убивать немцев. Из харьковских развалин будут продолжать убивать расистов. А вы думаете, они это понимают? Ну и главное, он понимает? Он не понимает ничего. А у вас можно матом говорить в эфире, нет? Ну мы можем запикать. Ну просто еще раз говорю. Я озвучивал это еще раз. Хочу повторить, что сочетание шизофрении и единости не позволяет прогнозировать реакции. Реакции – это не человек, это зомби. Это зомби, полностью оторванные от мира. Вот и все. И которому добровольно отдали власть куча народу с остатками адекватности. Я говорил уже сегодня, нет, сегодня еще не говорил, вам еще скажу. Я сегодня, кстати, планирую еще записать просто видео, потому что мне тут куча вопросов пишут, и мне надо ответить всем тем людям, которые мне пишут из России. Кстати, знаете, один из основных месседжей – пожалуйста, после получения сразу же удалите мое письмо. Если вас взломают и найдут у вас мое письмо, мне конец. Потрясающе. То есть даже в такой ситуации они боятся. Больше всего на свете. Понимаете? Вы знаете, что самое удивительное, что в этой ситуации я по максимуму, по максимуму, всеми возможными способами защищаю свой аккаунт, чтобы, не дай бог, с ними что-то не случилось. И я говорю, Ковровский, ты больной на голову. О ком ты думаешь сейчас? Еще раз вдумайтесь. То есть миллион писем в почте. Это письма, на которые ответил я. Думаю, миллион. Из них, из этого миллиона, ну, 1600 тысяч – это Россия. То есть 600 тысяч людей за последние 25 лет реально получили от меня бесплатную консультацию. Понимаете, да? Из этих 600, я уже не говорю про людей, которых не надо было мне консультировать лично. Которые просто смотрели весь, там, 400 программ школы доктора Комаровского в бесплатном доступе на Ютубе, свободном, да? Которые получали мои книги, которые пользовались книжкой про неотложную помощь, которая тоже спасала сотни жизней, да? То есть я прекрасно понимаю, что количество людей, которым я помог – это, ну, десятки миллионов. И у меня на сегодня есть реально около трех тысяч писем за неделю. С людьми, которые понимают, и которым неловко, и которым больно, что это произошло. Но эти люди, и даже из этих людей, большая часть, 90%, не выходят никуда. А есть люди, которые не понимают, которые вам пишут, будучи уверенными, что это, там, Украина сама себя бомбит и так далее? Очень сложно отличить, это живые люди или это бот, понимаете? Ну, вот сейчас у них там, ну, понятно, два главных месседжа. То, что мы сами себя бомбим, и то, что Комаровский убивает людей, поскольку призывает людей в Украине, ну, подбадривает их, защищает, да, и так далее. То есть от того, что Комаровский должен, знаете, что делать, по мнению их всех, я должен сейчас призывать людей не сопротивляться и мирно выходить на улицу и приветствовать освободителей. Это они пишут мне сейчас письма, потому что если они будут сопротивляться, то каждый погибший будет на твоей совести, и дальше перечень проклятий... Подождите, это я даже сразу не понимаю. Серьезно так пишут? Да. Я даже цитирую, у меня в Телеграме даже есть цитаты из этих писем. Они меня обвиняют в том, что люди, погибшие на улицах Харькова, погибли потому, что я не призвал их остановиться и не сопротивляться. Вы слышите, что происходит? Нет, 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 я вижу ваши глаза сейчас, да. Так вот вы у меня спрашиваете, скажите просто, живой человек может это написать? Или это массовая шизофрения? А что это? У вас есть ответ на этот вопрос? И можно ли это как-то исправить? Не знаю, перезагрузить там что-то? Вы же понимаете, для того, чтобы перезагрузить, надо же с розетки вытащить все это. Понятно? Для перезагрузки надо отключить питание. Что я хочу сказать, вы понимаете. Сейчас весь мир санкциями пытается отключить питание. Понимаете? Ну вот сейчас питание, как только будет голод и холод, да, тогда может быть что-то поместится. Но пока сейчас все сидят в тепле, смотрят Соловьева с Киселевым и радуются. Боже, что они несут? Я не могу на них смотреть, но просто некоторые люди показывают нам цитаты про то, как мы сами себя бомбим, как тут все радуются и встречают хлебом с солью. Я, знаете, на самом деле, чего больше всего меня сейчас огорчает, хотя в этом я уже и не сомневался, то, что градус именно такой вот народной ненависти ко всему российскому, ко всему русскому, он нарастает. Нарастает, нарастает. И это пропасть на поколение. На поколение. Сколько понадобилось лет, чтобы перестать вот эту ассоциацию немец-фашистов? Ну я когда был мальчишкой, у нас это был синоним. Немец и фашист. Потому что все мои деды были на войне, моя мама была под бомбежками, мама была в эвакуации, отец был в эвакуации. Понимаете, знали, что это такое, через что прошли. В каждой семье был дядя, тетя, которые погибли. Это были фашисты. У нас же, вдумайтесь, слово расшист. Расшист. Слово, которое знает каждый ребенок в Украине. И это... Не знаю. Знаете, самое страшное... Это... Ладно, Хринский, поехали дальше. Не могу. У меня, правда, слова нет. Если бы вы понимали, какой Харьков... Что мы сделали с Харьковом за последние годы. Я, знаете, с учетом узнаваемости моей морды, не очень могу погулять по улицам мира, нигде практически. Я люблю гулять по ночам. Я вам хочу сказать, что... А я еще очень люблю вот эту ночную фотографию. Вот Амстердам ночной, классные там каналы, фонари. Ну, я когда погулял там по ночной Барселонии, она никакая. Вообще никакая. Вот ночной Харьков, это самый красивый город мира. Самый красивый город мира. Я всем рассказывал, что хотите место, где красивее всего погулять ночью, это Харьков. Ну, и Харьков вообще... В нем такой простор чувствуется, и такая свобода. Я прожил в этом городе 60 лет. Естественно, я никуда оттуда не уеду. И мы его, конечно, отстроим, вне всякого сомнения. Но знаете, когда эту красоту просто на твоих глазах убивает, знаете, мне очень страшно ненавидеть. Вот ненависть... Я ужасно... Всегда меня возмущал лозунг нашей украинской армии освободительной, который звучал «Слава нации, смерть врагам». Вот он так звучал. «Слава нации, смерть врагам». И звучит так. Я всю жизнь рассказ говорил о том, и это была моя позиция. Чисто, может быть, она была под влиянием моей профессии. Я говорил, ребята, если это человек враг, почему надо желать его смерти? Ну, почему надо врагу желать смерти? Ну, врагам можно попытаться изменить его позицию, попытаться поговорить, объяснить, найти компромиссы, найти точки соприказания, не разговаривать с ним, в конце концов, не общаться. Ну, зачем убивать врагов? «Слава нации, смерть врагам». Это мой лозунг теперь, врача. Я, во мне все переворачивается. Понимаете? Это то, мне так жить больно. Понимаете? Так нельзя. Нельзя желать людям смерти в 21 веке, но они пришли сюда, они убивают моих друзей, мой город. Знаете, я рассказывал, когда-то одно из интервью у меня было, до войны, конечно, про то, как самое потрясающее зрелище в мире, это в августе дорога между Харьковом и Киевом. Эту дорогу еще и сейчас сделали, такая нормальная, европейского уровня, трасса, где можно ехать быстро, красиво. И вот летом эти 450 километров в основном подсолнухи. И вот представьте себе, вот эти 450 километров ярко-желтая земля и ярко-голубое небо. Вот такой флаг у проезда на 450 километров. Вот я понимаю, например, что я там дважды специально два раза уже ездил в Голландию в апрель-май и ездил по этим полям с тюльпанами, да, я же прекрасно понимаю, что эти голландские поля с тюльпанами совсем не более красивы, чтобы наши поля с подсолнухами. И вот эта дорога, по которой сейчас идут беженцы, вся заполненная автомобилями с рыдающими женщинами и детьми, а кто обсуждает тему санкций, которые расширят. В Америке огромное количество людей, которые меня знают, которые пишут мне письма сейчас. Ну так, ребят, не надо мне писать письма. Вы своим политикам пишите, на улицы выходите, пусть они решают и знают, что их политическое будущее, их политическое будущее определяется тем, что они сейчас будут делать. Потому что можно помощь направить морем, а можно, чтобы она прилетела завтра. Или лучше сегодня вечером. Грузовики можно прислать, которые будут помогать логистически с Польши это все доставлять. И так далее. Много чего можно. Это не ко мне даже. Есть правительства, там люди, которые понимают логистику всего этого. Моя логистика это мозги вот этих людей, понимаешь, которые сейчас что-то должны делать. Мозги тем, тех, кто меня знает, кто никогда не поверит, что мне дали деньги за то, чтобы я сейчас это говорил. Я не могу рассказывать знаете, одно еще, что переворачивает мой мир, это то, что я сам после всего, через что я прошел в этой жизни, через эти там реанимацию, через все. Я вдруг сам почувствовал, я объект ненависти. Нам за мной охоту объявили. А вот вы обращаетесь к западу, а вы не хотели бы как-то к россиянам обратиться, которые еще... К россиянам я обращаюсь каждый божий день. У них есть, для них все записано. И есть, я вчера давал там интервью, ну, вы же поймите, как я могу обратиться к россиянам? Сам. Через свои средства массовой информации, да? По крайней мере, я прекрасно понимаю, что мой там Инстаграм 9 миллионов, Ютуб более 3 миллионов, ТикТок более миллиона, все это, Фейсбук более миллиона. Конечно же, я все эти ресурсы использую. Я давал интервью там, вчера у меня было интервью Радио Свобода, мы его выложили уже у меня. У меня было интервью ребятам из команды Навального, тоже было. Тем не менее, огромное количество людей из России, которые просили меня об интервью, известно, и получили мое согласие, исчезли. То есть, договорили об интервью и исчезли. И вы понимаете, почему. Поэтому мы занимаемся, и конечно же, как только мы с вами сейчас и вы это покажете, вы это тоже мне тут же пришлете, и мы это опубликуем вне всякого сомнения. Да, конечно, да. Но как вы думаете, ведь когда-то это все закончится? Это закончится, ну, поймите, вопрос-то вот в чем. Количество погибших ребят, ребят, хотя нет, я уже даже слово, я раньше читаю, я уже понимаю, как-то оно мне уже сейчас не заходит. Просто когда мы видим эти фотографии русских пленных, мальчишек, 19, 20, 21, 22 года, что реально дети, перепуганные дети, понимаете? И этих ребят по самым примитивным оценкам, еще раз говорю, это самая маленькая из возможных цифр, не менее 5000 человек убит. По более объективным около 7000. Это безвозвратные потери. Количество раненых, количествах попавших в плен вообще не поддается описанию. Мотивации ноль. Ноль мотивации. Они же прекрасно понимают, они видят, куда они пришли. Они видят, что их проклинают на чистом русском языке. Когда это кончится? Когда в России осознают, что убивают их на самом деле. Их убивают. Отправляют их детей на бойню. Еще раз прочитают книжку про тараканище, в котором матери добровольно отдают своих детенышей на растерзание злодею. Вот добровольно отдают своих детей и боятся, что им дубинкой дадут. Понимаете, как можно победить страну, где люди не боятся бомб, людям, которые боятся дубинок. Ну, вот вам и результат. Поэтому, да, это кончится очень... Главный вопрос на самом деле сейчас, какую цену придется заплатить. Опять-таки, мы понимаем, что Украина не может проиграть. Не может проиграть страна, которая не сдастся уже никогда. И прощения этим сволочам не будет. Понимаете? Она не может проиграть. И мы прекрасно понимаем, что после нашей победы весь мир придет нам на помощь, чтобы все это восстановить, отстроить и так далее. Мы это понимаем сейчас уже. Сейчас речь идет о жизни конкретных мальчишек, конкретных наших людей. Потому что эта помощь, чем быстрее до всех дойдет, тем меньше просто людей погибнет. Реально перестанет существовать количество людей. Вот это наша сейчас главная задача остановить эту войну. Ну и давайте все вместе объединяться, решать. Неужели еще раз говорю, один шизофреник может держать под угрозой весь мир? Как? Нельзя? Спасибо вам большое. Спасибо. Слава Украине! Спасибо. 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 Спасибо.